друзья всем привет запишу сегодня опять такое коротенькое видео про рынок варениковской мы здесь приехали за гранатом куриц купить и конечно поражает как всегда изобилие такое интересного чем место вот здесь такой рынок нашли мы тут себе кое-что интересно перед пираканта называется смотрите вечно зеленое растение и ягоды уже с августа получается ягоды с августа она они не съедобные не не давит она интересно да 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 вечно зеленую она большого роста куст может высокой вырасти у меня вообще на фундамент посадил они это спасибо вот очень интересное растение мы стараемся высаживать еще сейчас на участке такие вечно зеленые вечно зеленые вот это вот тоже вечно зеленые да получается так посмотрите просто огромнейший выбор зайдите кстати на большой канал там есть большое видео про этот рынок выбрали там где-то гранат да здесь не было короче есть два вида я понял один крымский все-таки да много и простой какой-то розовый вот и не будет ли там слишком сладкая ягода такая значит она крупная и безвкусная может все-таки крымский взять он такой ну кому можно у нас что-то она не выжила похоже вот еще кто будет сажать если весной сажать если лето засушливает а очень плохо все переживается друзья лучше все-таки брать осенью мы рискнули бесполезно поливать не поливать тяжеловато тяжеловато в жару приживаются они тем более у нас засуха была такая очень сильная поэтому будем на начать брать кого все-таки она у нас растет выживает и даже укрывать этих не надо вот вот уже сейчас пообщались с человеком он говорит уже пять лет как не укрывают смотрите очень много видов разных роз я понимаю по цвету и за тяна виктора что-то там ушла давайте посмотрим недавно мы были вот крыму я выложил видео про крымский питомник там растения не хватало там очень тоже рос вот таких вот и засуха конечно большая ну голубику надо бочки подготовиться в принципе можно было бы взять я бы взял пару кустиков для эксперимента у меня бочка есть там по идее тоже посадить можно посмотрите как же крупная голубика так это получается такой куст большой 700 рублей вот такой маленький куст 500 рублей интересно давайте пока немного здесь погуляемся поскольку очень удобно здесь положим уже спокойно можно подъехать с парковкой конечно бывают проблемы уже как везде сейчас да интересно ну вы сами видите надо какой выбор огромный виноград конечно потрясать я уже показывал вот посмотрите друзья просто вот это все все растет все растет все можно сажать очень хорошо на юге все это чувствует себя здесь кстати климат немножко теплее варениковской чем вот у нас голубицкой я тоже иногда спрашиваю что как бы выживет у продавцов потому что они уже тоже знают сейчас мы только разговаривали по ходу граната какой лучше много идут даже в ейске выживает гранат покупатели здесь постоянно тоже бывают и здесь к у нас в год голубицкой гранат растет уже тоже как я говорю мы не укрываем ничего все сам растет и вырастает нормально курма растет темляке у нас голубицкой растет поэтому брать можно вот она светочка я сейчас вам даже после покажу вот такая хурма друзья мне понравилась очень такая плоская это вот как круглая я хочу даже такую плоскую купить вообще бомба и в холодильник убираюсь она сладкая становится так сейчас мы посмотрим что там татьяна берет интересно такая красота но тут еще хозяйственный рынок есть помидоры даже это вижу зеленые помидоры продаются взяли мы гранат и крымский и розовый посмотрим посадим и такой такой размер не это сон это не от погоды если он идет он идет если это перегруз дерево но слишком много плодов ну там уже разберемся вот взяли друзья урму я конечно хотел другую ну ладно розы тебе надо пересадить тетань сначала мы уже набрали ну вот пересадим сначала потом потому что сажать уже некуда если честно уже просто все занято все забито а деревья растут уже ну я бы взял если вверх вот надо думать главное куда посадить зону а если курятнику куда-нибудь там там жалко такую красоту я смотрю она живучая такая да смотри ну пойдем подумай может мы сейчас возьмем вот эту вот желтую еще желтые ягоды буду заканчивать на этом сегодня не буду вас мучить такие длинные видео там про рынок так общую обстановку я показал вот здесь вот целые ряды от этих растений идут дальше тут я уже просто буду пакет оттаскать уже неудобно я ведь работе есть закупаться сейчас помидоры по 120 рублей даже дешевле по моему видели брать у нас уже все домашний кончились мы тут собрали зеленые до спевают уже будем покупать потихоньку ну еще есть на мороженое там холодильнике как такие знаете в борщ там добавлять там в эти всеми таки супы да все вот видите даже зеленые вот как у меня сейчас мы добрали все остатки потому что обещали снег зашли мы тут еще взяли груши что захотели здесь редиску неудобно мне очень снимать я прошу прощения тут в общем надо посетить вам этот рынок самим честно вам говорю очень хорошо вот каждый рынок такой своеобразный мы недавно были в ялте тоже посмотрите я там снимал и каждом регионе свои рынки вот со своим товаром каким-то общей обстановку чтоб опять не ругались то василий цену не показал там как я каждую коробку уже не могу снимать сегодня просто мы приехали так за птицей ну и показать вам что продается вообще нас пойдем птицу брать вот так вот мы даже на вещевые заходим газовое оборудование такой большой город в городе станицы мега центр под открытым небом дожди тут редко бывает поэтому нормально здесь у нас уже птичий рынок как раз птицы очень много разных кто кому надо вот даже собаку можно взять отдают люди добрые руки посмотрите тоже не буду задерживаться посмотрите большое друзья видео одной рукой очень неудобно тут и пакетами комбикорм все есть а вот сейчас вот мы здесь возьмем и не сушить белых возьмем они более живучи такие больше нам нравится конечно сейчас мы тут пакеты отнесем еще придем за курицами ну и рядом кстати с этим рынком очень много магазинов обыкновенных с мебелью там какой-то инструменты бегом я вот очень хорошим в общем красота единственная проблема вот видите вот есть движение такое иногда не пройти не проехать не хватает периода тротуаров вот все занято машинами где-то бы желательно такую парковочку сделать организованную чтобы люди вставали у этого рынка у нас уже мало на самом деле таких рынков хороших остается он такой здесь действительно такой народный прям хорошее место всегда сюда ездим я даже считаю что это самый лучший рынок здесь у нас краснодарском крае зайдем еще возьмем хлебушка опять посмотрите постоянно беру горяченько прямо счет на рынке очень много покупок вот так вот конечно хотелось бы поснимать но не получается никак надо еще пшеницу вот заехать купить но мы сейчас наверно в другом месте по пути возьмем там есть такие типа тоже оптовые базы короче надо везде искать где дешевле друзья вот и когда ты здесь живешь ты знаешь эти места и покупаешь все со скидками и так далее не торопитесь резко где-то что-то брать хотя если денег много то можно до покупать все даже вот курицы можно поторговаться либо с доставкой иногда могут подешевле привести можно разговаривать всегда у перекупа конечно вот уже да там без вариантов там цена уже вряд ли скинуть а вот то сам что-то делает там выращивать так сто процентов подешевле можно взять смотрите вот эти вот хорошую курицу брали ну вот и хайликс или как там тоже не сушки хорошие уже можно выбрать которые несутся мы возьмем вот этих белых они живучие такие прям мне нравится очень так там похоже моя помощь нужно они улетают смотрите даже как люди вот так вот привозят на своем транспорте на стареньком индюки и петухи и тут есть кролики и попадаются берем какой-то интересный привлёк внимание мой взгляд финский инструмент это понял садовые какие-то лопаты секаторы напишите друзья то пользовался хорошая вещь или нет так мы тут еще зайдем можно купить петли короче по хозяйству всякие руды мелочевки очень гуляем дальше тоже такой магазин большой и по максимуму все есть ковры техника но в сельских магазинах все так набито и это хорошо даже мебель тут есть так с виду не скажешь да что в магазин такой похоже да ну ладно сейчас найдем давай посмотрим хоть что тут то интересно в общем есть все даже для бани печи колоночки духовки да но я не удивлюсь даже микроволновки вот зайдем побольше магазин тут это инструменты плитка густовары электрика тоже огромный единственный минус конечно вот что больших магазинах там с тележкой можно ходить ну да я там наверно мелочь а вот таких маленьких все-таки но так даже интересней сельхозтехники вот эта вещь нужная такой вот этой тазачку взять на огороде с лопатой то конечно тяжеловато там как и бывает туда куда надо попали краску будешь убирать надо краску еще выбрать откосы докрасить но на откосы не это наверно маловато будет до белого какой-то там тоже кстати да как как будто супермаркете в каком-то любая мелочь есть но здесь нету знаешь ничего надо тань так петли до петли так вот петли мы нашли сейчас еще себе кое-какой инструмент куплю так взяли вы друзья тут по мелочевке по такой еще вы дышать q вот как раз у меня везде металлопластик по участку очень удобно фитинги постоянно все переделывается вот что я хочу сказать вот поэтому металлопластик удобно и фитинги я вот как раз вы дышите прохожу на зиму что там не сжавела ничего сейчас же они все китайские у меня итальянские есть настоящие они уже лет по 20 служат фитинги и нормально а вот эти китай их надо беречь от сырости от влажности как это не парадоксально вот а таких вот зимних условий и будут работать подольше а если вот не обрабатывать смазкой вот так на зиму они ржавеют моментально приходит негодность ну ладно теперь я все попрощаюсь с вами тут мы еще сейчас побегаем здесь по разным другим делам по мелочевочным каким-то тянь видом сходит сначала за одеждой за обувью с ритусей и поедем дальше